Британская разведка. Два отдела военной прокуратуры и отделы военной разведки временно объединили для расследования смертей военных инженеров в Адахшане. Болковник Лорд Хардингс возглавлял новый отдел. Помощники ему назначили ржеволосого лейтенанта Джинджера. Он был из разведки. Капитанов Сапоторе, охотника снайпера и Закери переводчика. После встречи с Акимом, агенты отдела М провели расследование на месте гибели военных инженеров британской армии. Джинджер обнаружил следы на месте преступления, отделив следы от военных сапог и турецкой обуви. Местные рабочие не носили обуви. Кто же хозяин турецкой обуви? На этот вопрос мог ответить всезнающий судья. Переодевшись в одежду местных купцов, Закери и Сапоторе последовали в дом судьи. Судья увидел гостей и сразу догадался об их военном происхождении, по вопросам и заданным ему. Судья в голове объединил смерть инженеров с появлением их коллег-мстителей. Углубнувший судья рассказал про Насардина и его племянницу, гостившую у него недавно. Приложил им его как одного из подозреваемых, ведь только Насардин Афанда носил турецкую обувь. Судья скрыл то, что в смерти инженеров есть и его участие. Недолго прошло расследование отдела М, пока им удалось найти сведения через кухню, караван, сарай о неземе. Направив автомобили в город Хаджикент, четверо агентов покинули долину Бадахшан. До этого в Хаджикенте никто не видел автомобиля. О приезде троих иностранцев знали все, не исключая Турсуной. Полковник приказал Сапаторе остаться при входе в город и приготовиться к прицельной стрельбе. Он получит сигнал и направление, если ситуация выйдет из-под контроля британских агентов. Наступил прохладный вечер. Полковник Хардингс постучал в дверь дома Турсуной. Но хозяйка, давно собрав все нужное в путь, покинула свой дом. Джинджер, прыгнув в невысокий гниный забор, пробрался внутрь дома. В доме Турсуной его ждала смертельная ловушка, оставленная для незваных гостей на змой. И когда Джинджер потянул на себя дверь в кладовку, прогремел взрыв. Во двор выкинуло взрывной волной горящие тело лейтенанта Джинджера. Полковник решил оставить тело погибшего, так как срочно нужно будет дать сигнал на обстрел капитану Сапаторе. Через прицел Сапаторе наблюдал за единственной дорогой Хаджикента. Услышав взрыв, Сапаторе зарядил патрон в ружье. Но издалека показался автомобиль, управляемый полковником Хаддингсом. Полковник фарами автомобиля просигналил капитана Сапаторе. Перекрыл дорогу автомобилем. Вот уже показалось утреннее солнце над горами. Снайпер Сапаторе в прицеле ружья наблюдал за единственной выездной дорогой из села. Кроме местных собак и пьяных мужчин не было никого. В полдень полковник приказал Зекери найти обгоревшее тело лейтенанта и отправить его с караванами до ближайшего британского военного поста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...